хайо гайсами шумики мы продолжаем родить и ру под названием сома принципе как вы помните мы попали в шаттл с помощью которого мы сможем добраться до т.д. до т.д. так карта шаттлов ошибка эпсилон так это апсилон а термоэлектрическая и завод изготовления найдется 9 метров эпилаг человек восемь это откуда мы пришли до эпсилон дети вы находитесь здесь сбор и очистка газа персонала нету лямбда так транспортный терминал и информация для посетителей глубина 96 4 человека есть дельта внешние показатели защиты глубина 64 персонала 4 человека тета администрация цуб сборка голосовой части снарядом глубина 153 уже метра 24 человека там а микрон медиц медисследовательская биосфера HSSPS. Глубина стоит 85 метров. 12 человек. Управление Омегой. Глубина 4103... 14. Персонал 8. Ифи. Космическая пушка Омега. Глубина 3902 метра. Персонала нет. Ну, я сюда набрали, сейчас попаду, так ведь? Давайте так, будем идти по глубине. То есть, сначала в Алямда, Дельта, Тета, Омикрон, Тату и Фи. Почему я могу сразу Фи отправиться? Все, дальше, для меня уже тоже новое. Точно. Добро пожаловать на ПАТОС-2. Вашу дорогу к звездам. То, что начало в 16-м годах, как проект во ворянии. Прекрасит баз для космической пушки Омеги самый доступен в мире, способный запускать спутники Матэна. Наши уникальные распоряжения в Атлантическом океане позволило разместить здесь гигантскую электромагнитную пушку. Превышая маккорастую дистанцию, пушка позволяет безопасно запускать снаряды без риска. Станция разделена на несколько площадок. На ней трудились разнообразные команды инженеров-мченок. Вместе они способны производить, собирая и запуская самые северные в мире космические корабли. Кроме наших основных операций, на ПАТОС-2 также проводятся многочисленные исследовательные проекты в области геонологии. В том числе и ее гидропоники, турбулярности и глубины. Сейчас мы покидаем станцию Эпсилон и отправляемся на ФИ. На станцию ФИ. На ФИ еще, так, Омекрон воспользуйтесь подземной станцией Омекрон, чтобы добраться до ТАКУ. Затем следуйте за ФИ через тоннель. Понятно. О, черт! Ясно. То есть, я когда просто играл, я думал, а могу я куда-нибудь еще попасть? Оказывается, я могу только в определенный участок попасть. А, именно сюда. Найс. Отлично, я приехал. О, ведь мы хромаем, потому что мы один урон получили. Так, а теперь мне стремновато немного. Так, ну, сзади по-любому враги не смогут появиться. А вот спереди... Саймон, Саймон, вы там? Кэтрин, это вы? Я уже был в пути, потом... На потом поезд. Разбился. Вы в порядке, если мы говорим, что секция прикрыта из-за вас. Нет, не в порядке. Что вообще со всем миром случилось? Почему мы под водой? А, да вы совсем с толку сбиты. Слушайте, об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вы... Замешательство, но... Лямда уже скоро. Только не остановьтесь. Как близко? Бичком подойти смогу? Да, но тайны заблокированы, чтобы оберечь постройки от обрушения. Вам надо найти в своей секции технический люк. Технический люк. Без проблем. Что это? Что здесь происходит? Мне пора. До скорой встречи, Саймон. Так, а что у нее там, Кэтрид? Окей. Вы в порядке? Сейчас мы с тобой будем думать, мы в порядке. Я вижу, что там что светится. Меня уже считает. Но я не вижу здесь черной этой херни, значит мы в какой-то степени еще в безопасности. Ага, это сейв как раз. Это пеникетов. Ничего страшного. Так, сейв. У них это что новое. Боже мой. Ты какого черта? О-о. А, мне открыть надо. Не, ты будешь открываться? А-а-а. А теперь вопрос у меня не... А мы все равно можем под водой дышать, как я понял. Так, хорошо, мы сами управляем. Иллюзия света. Зря ты так сами он спешит. Спешишь. А я просто смотрю, что там есть. А-а-а. А-а-а. окей мы выходим снова на поверхность дети чертовы роботы подводники хотя тут океан конечно по и можно ой можно пожалуйста без этих типов страны так ну как я понимаю мне нужно просто идти на фонарики лучше бы и в западе никак не попал ответить хорошо что вы игра сделан то что подсвечивать туда куда нам надо идти так 350 метров еще так думаю лучше пройтись восстановить дыхание я не знаю слышат ли не слышат роботы мое дыхание монотисты о крабики 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 звук помех слышите если звук помех есть начали этот робот черная кровь нею наконец-то я этого и ждал иди-ка сюда вот и где пошел в сраку хороший у тебя видимость робот так хорошо нам сюда но еще сюда так хорошо я вижу какой-то проход вопрос как туда попасть спина это наверное лям да здесь еще сейчас водные странствия интересно роботы видит фонарик мой так не форма ладненько ты не подходи это важно нет что это бля кэтрин кэтрин тише не смотрите на него я понял просто не смотреть что это что это что это Пожалуйста, теперь можно уходить. Что это было? Саймон, вы тут? Я ранена. Нет, в натуре. Эй, внизу. Нет, только не вы. Я так надеялся, что вы человек. А вы не смотрите на электронику. В голове не укладывается. Все, просто бред какой-то. Я сдаюсь. Чего не понимает? Оспокойтесь, еще не конец света. Точно? А вообще-то похоже, я так понимаю, что только я и остался. Вот это о чем? Вы поймите правильное, я хотел сказать, если у людей один остался. Вы сами-то себя видели? Вы ходите, говорите, что водолаз на костюм с электронной... Я... Нет, хочу я больше ничего делать. Не хочу я ничего, пока вы не делаете это... То дел, можете мне помочь? С чем? Я пыталась вытащить происходящего с моего проекта Колл, пока этот амбал мне прошел. Проекты? Такому нужны проекты, если знаете, что ты глупый робот в глупом мертвом теле. Так, спокойно. Я хочу, чтобы вы меня под ним починили. Чтобы я снова могла работать, потом... Вы же их шутите, да? Я раньше себе машину времени соберу, чем вас смогу восстановить. Мне нужен доступ к компьютерам. Так, что у вас умный инструмент? А, ключ для двери? Я его в Эксилен нашел. Он как раз подойдет. Вставьте его в терминал. Ладно, как скажете. Когда инструмент загружится, вставьте в него мой мозг. Так, мозговый чип. Что это за чип такой? Пробуй поймете, он нарушен, выйдет, берите и вставляйте в инструмент. Ну, в общем, всем не больше ничего тут можно. Ладно, как скажете. Давайте посмотрим, может, тут еще что-то ценим-ка есть. Походу нету, ладно. Активированный терминал, лямбэй, номер 27. Омни-инструмент готов. Тут ничего сложного, подверьте микросхему и вставьте его омни-инструмент. Почему смехи моя работа поступает? Блядь. А, Кэтрин? Хорошо, давайте попробуем. Экетри, что-то там. Блядь, отошел. Прокусил диалог. Так, что дальше? Ага. Так, тебе не напрягает то, что она заражена. Карта эта. Вот, видите, зараженность. Найден пользовательский инфициапол. Помощник Джейн отключается. Всего вам хорошего. Ем туда почти вставил. О, странное чувство. Я в инструменте? Спасибо. Так, а что у вас за проект? Мой проект? Я сохранил всех людей на станции видеобразов мозгов и поместил их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти, ну, вот, вот это, вот, от всего этого. Вы говорите, что собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да. Сначала это был просто особый проект, но когда упало кометам, все стало серьезнее. А потом дошло и до того, что ему дали официальное название. Ковчег. А что логично? Далеко он, не знаю, вот это моя версия. Я это очень раненого сканирования. Живая Кэтрин вполне могла закончить проект и запустить его. Она еще даже может быть жива. Странная мысль. Значит, товарищи роботы, это то, что вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае, они были бы разумнее. А, вот, простите. Что произошло? Мне удалось восстановить частные данные с сервинового что-то там. О, вы можете сделать меня? Я должны зайти в другую комнату и посмотреть, в каком состоянии. Я фейлы проверить не могу. Мне нужно здесь, что ковчег в безопасности. Конечно, Кэт. Спасибо. Я открою вам двери. Что вы нам говорили? Вы из Торонто? Да, я пришел на домографию, а потом раз, и уже здесь. Ничего не понятно. Как? Зачем? Зачем сюда кто-то пронес образ из Торонто? Это еще что? Если я вам скажу, что фото... Ого. 2015 года. Проверьте компьютер на другой комнате. А, одна. Так, я просто про монстра того не понял, на котором. Еще не понимаю все что-то. Вы что-то сказали? Простите, все пытаюсь понять, как вы сюда попали. Отлично. Мне бы хотелось узнать, кто придумал отправить команду на одно море. Крис, я не спал всю ночь. Думаю, зачем тратить время зря. Включил фоном телевизора. А в новостях ведущий считает секунды до удара кометы. Когда наступление нового года. Глупо, конечно, желать, что тебя сейчас нет со мной. Думаю, если у кого есть шанс выжить, то это у вас там под водой. Надеюсь, вы сможете жить дальше, если найдете в этом какой-нибудь смысл. Хочется, скоро все уже нашему отправить. Пока до нас не дошло ударной волнам. Я горжусь тобой, мальчик. Папа. И вы всегда... Выхода нет. Вы были трезаны от всего. И это все еще повезло. О, а так тут и есть. Только тут херовый свет какой-то. Хотя есть ли все роботы, зачем им вообще свет? А что тут случилось? Существо было каким-то слишком властным. Да, оно буквально взорвалось с электромагнитными излучениями. Это для, как минимум, неудобно и сильного нарушения восприятия. Так, ну короче, компьютеры все у нас выключены, как я понимаю. Что вы делаете? Осторожней. Осторожней. Кажется, он вернулся. Глядите в оба. Покажите глаза. Глядите в оба. Ладно, давайте посмотрим, что в туалете. В туалетах, в хурорах это всегда самое страшное. Ага. Так, это хилка. Что случилось с башней? С пристанью. Какой башня? О чем вы говорите? Там все в развалинах. На всех камерах помехи. Это так странно. Это так странно. Не понял он. Стоп. А что мне нужно сделать? Кэтрин? Что? Ничего. Неважно. Вот тут, видите, плавненько все. Вертикалка только надо бы включать. Подожди, куда мне идти? Что-то я не соображаю немного. Как мне проверить данные? Зайдите в другую комнату. В противоположную комнату проверьте данные. Где я проверю данные? На чем? Так, это местный холодильник. Это не то. Этот компьютер не включен. И его включить нельзя. Я же попросил проверьте компьютера в другой комнате. Так он выключен. В какой комнате? В какой комнате он выключен? В другой комнате. Или в этой проверьте? А-а-а. А-а-а. Теперь я понял. Так, еще одна хилка. Так, у нас две хилки. В этой комнате и в туалете. Значит, нужно будет уже прятаться. Если он вернется, как я не сказал. Сразу еще место, где спрятаться. Проверим компьютер. Да, посадьте, если ли там что-нибудь. Так, во-первых, что такое квадратики? Это опасности? Если опасность, тогда там как-то очень здоровая опасность. Это миникарта, да, у нас? Восстанови данные ковчега. Опрос мнений. Совпадений. Робин Басс. А вас интересует ковчег? Я сначала не видел его смысла, а потом подумал, а почему бы и нет? Верно? Ну, если мы можем сохранить хотя бы частичку себя, почему бы и не попробовать? Значит, вы одобряете? Я думаю, это проект для нас очень важен. Так, собеседование второе. Йен Педерсон. Что вы думаете о ковчеге? Это отличная идея. Наконец-то у нас будет заняться верно. Верите ли вы в вероятность проекта? В то, что ковчег достигает космоса? Определенно, шансы есть. Вы уже решили главную проблему, как все будет нас тут собрать. Теперь у нас остается только постараться эту штуку и надеяться, что фильм еще работает. Да, я думаю, шанс у нас есть. Но будет непросто. Что вы думаете о проекте ковчег? Это абсолютно невероятная идея. Заставляет пересмыслить самую природу человека. Почему вы так думаете? Я убежден, что под внешней оболочкой есть что-то гораздо более ценное. Вы дали нам платформу, которая не ограничена рамками обычной цифровой техники, а дает нам возможность настоящего вышивания. Я искренне верю, что мы сможем продолжить свою жизнь, обеспечив непрерывность. Ковчег среда. Это из ковчега? Да. Ранние варианты виртуального мера. Поведу куда уютнее, чем здесь. Ну да, в натуре выглядит. Но это быстрее на поверхности. Может он был на поверхности, но теперь мы находимся под водом, хотя вряд ли. Так, подожди. Квадратные километры, модульное пространство, смешанный лес. То есть мы еще в лесу будем? Городской парк. Нет, хотя здесь нормально выглядит, как здоровый купол, который люди могут просто ходить, породить. Так. Классификация, опрос V3. Здравствуйте, если вы читаете это сообщение, вы принимаете в проект ковчеги. Данная цель опроса помочь разработчикам лучше понять ваше объективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас пройти непосредственный вопрос. Продолжить. Как вы бы описали свое физическое состояние? Я чувствую себя нормально, я чувствую воодушевление, я стал лучшим. Я чувствую отстранение, так как временно снимает чужое место. Я чувствую себя неестественно, не настоящим человеком. Как бы вы описали свое психическое состояние? Я чувствую утрату, я больше не существую. Я чувствую в себе изменения, мой характер стал другим. Я чувствую этот сдвиг, будто мою разум отделился от тела. Я чувствую себя нормально. Как бы вы описали свои ощущения? Нормально, как и ожидалось. Мне кажется, что мое восприятие окружающего мира обострилось. Я чувствую... Они менее, мои чувства притупились. Я меня... Так, мне исчезло одно из ощущений, или даже больше. Как бы вы описали свое отношение к своему новому состоянию? Оно мне не нравится. Что-то в нем не так. Я не могу... Спокоиться. Мне все кажется искусственным. Я в депрессии. Не могу отделиться от чувства, что все... Кругом не настоящее. Беспокоиться ли вас за тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Нет, все хорошо. Немного. Кажется, я никогда не смогу найти себя. Да, я тяжело переживаю утрату своей прошлой жизни. Мне все равно, какой у меня облик, лишь бы я мог жить дальше. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямое продолжение предыдущего? Как новую голову в своей жизни? Как будто мне удалось родиться заново, как нечто современное иное. Никак не связано с моей предыдущей личностью. Как вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достаточно достойного того, чтобы ее прожить? Да, как моя предыдущая жизнь, да, но смысл в ней будет меньше. Возможно, получится найти смысл и в этом новом мире. Нет, она слишком нереальная и не похожа на все, что я знаю. Верите ли вы, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Нет, возможно, мне надо об этом подумать. Да, нет. Ваши ответы сохранили. Благодарим вас за участие команды проекта Ковчег. Ковчег, четверг. Так, это как воспринимается от типа голова? Так, а чек отслеживания. В нашем следующем приборе? Что же у меня? Интересно. Это я додумывался. Он еще работает? Мне нужно знать, в каком он состоянии. Кажется, да. По крайней мере, что-то делает. Где он? Подождите, я хочу его найти. Пожалуйста, оставься безопасно. Так, выберите сектор для сканирования. Подождите, мы же в океане, да? Там было написано Северная или Южная Америка и Африка и Европа. То есть, где-то мы здесь мы. Ну, я просто по карте помню. Так. Вот это, да, мы? Окей. Выберите сектор для сканирования. Я нашел. У нас станция под названием... О, нет! Она на земле! И так близко. Фи. У них... Черт, в таком состоянии он долго не протянет. Максимум 20. Маловат для создания будущего. Если мы туда доберемся, сможем попасть в ковчег? Да, наверное, но я сейчас не очень-то транспортированно... Транспортированно... Транспортированно. Ковчег обстак. Так, ну все, да, Плач? Я вас относил. Я могу двигаться, прыгать, плавать. Ну, вроде как. А вы в этом ключи его... Я вам туда привезли, вы мне скажете, что я рискованно. Да, и не хотелось бы мне его не носить. Бросьте, Катерин. Это, что вы хотели сделать. Это наша финансовая миссия. Давайте сделаем. Нам нужно найти способ спуститься в бездну. Наверное, придется идти в Атута и молиться, чтобы Дан Бетт еще был. Ладно, значит, идем на Атута. Я не знаю, там будет близкий Катерин. Вы оглядитесь. Что у нас еще остается? Может, есть еще действующий поезд на Атута? Я сомневаюсь. Вы пока смотритесь. Я оттуда приду. Хорошо. Сейчас я сюда вылезу. Не забудьте меня забрать. Я не забуду. А теперь главное, чтобы мы с вами вышли, не обосрались с того, что здесь может быть. То, что вот эта херня накрулась, значит, там можно обходить и проходить. Куда вы шли? Ушли. Я тут. Где? Где вы? Не забудьте мне забрать инструмент. Не забудьте мне забрать инструмент. Можно я оттуда вынимать? Стоп, стоп, стоп. Ладно, можно только не забудьте потом опять включить куда-нибудь. Ясно. Удачи, Сэмон. Так, ну что, я вообще-то такой, чтобы найти этого монстра, чтобы он меня убил, чтобы мы посмотрели, как он хотя бы выглядит. Чтобы я знал, что он мне стоит на превью. Так, я вот это люк смотрю, значит, туда можно как-то попасть. Скрема, готовьтесь. По-любому скрема будет, если мы идем на выход. Нет. Странно. Что, давайте тогда мы с вами на этом закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok